Привет, ребята! В середине ноября мы решили съездить в небольшое путешествие в Сеул. Как раз показать Алисе цирк Дю Салей, который сейчас на гастролях в Южной Корее. Билеты мы купили на вечернее субботнее представление, а поехали в пятницу вечером, так как хотели прогуляться еще по Ferry Village и посетить сауну Чимчильбан. Чимчильбан — это своя культура и философия, не совсем похожа на баню в понимании русского человека. Я часто бывала раньше в Южной Корее и мы ходили в разные корейские сауны, но этот Чимчильбан мне понравился домашней атмосферой и разнообразием. Находится он в Инчоне на станции Сандон. Геопозицию оставлю в описании. Это не отдельно стоящее здание, а седьмой этаж в офис-теле. Стоимость входа в сауну 12 тысяч вон на взрослого, это примерно 10 долларов и 8 тысяч вон на ребенка, это примерно 6 долларов. На входе выдают полотенце и брендовую пижаму для общих зон, а также ключик от кабинок. В одну ставится обувь, а в другой оставляется одежда. Здорово! Давай мне номерочек свой. Давай обувь. По понятным причинам зону с джакузи и спа я не снимала, но чтобы вы были очарованы Чимчильбаном так же как и я, думаю съемок с общих мест будет достаточно. Итак, все по порядку. Вот это сауна с полынью. Это растение уничтожает многие виды вирусов и бактерий. Зная, как использовать полынь в бане, можно существенно улучшить самочувствие. А вот это сауна с сосновыми веточками. Хвоя – один из важнейших ингредиентов в так называемых рецептах красоты и здоровья. В этой сауне веточки сосны лежат на полу. Можно походить по ним голыми ногами, представляя, что находитесь в лесу. Так вы простимулируете акупунктурные точки на стопах, что как минимум поможет избавиться от нервного и физического напряжения. Бамбуковая сауна. Нормализует организм после умственного и физического переутомления. Улучшает работу сердца и системы сосудов. В травяной сауне создается идеальный микроклимат, позволяющий медленно прогреть тело, обеспечив оптимальные условия для отдыха и лечения. Соляная сауна. Благодаря своим уникальным свойствам, соль оказывает благотворное влияние на всю систему человеческого организма. Лечебный эффект достигается за счет отрицательных ионов, которыми насыщается воздух в процессе нагрева. Я решила, что мне нужно погреть животик. А вот между лечебными саунами можно заходить в эту – охладиться. Предусмотрительно, в этой сауне сделали детскую комнату, чтобы ваш ребенок дал возможность вам расслабиться. Алиса нашла себе подружку. Ее отсюда просто невозможно вытащить. Оставив Алису в детской комнате, мы с Вовой пошли в тренажерный зал. Как жаль, что ездить мне из Пусана далеко. Этот зал покорил меня новыми тренажерами и панорамным остеклением. Бежишь так себе и смотришь на ночной город. Для ребят постарше в этой сауне есть игровая зона с компьютерами. За полтора часа всего 1000 вон. Это меньше доллара. Ну и, конечно, какой отдых обходится без еды. Если честно, еду мы здесь не брали, но пахнет тут божественно. Ну и, судя по тарелкам у людей, порции тут просто огромнейшие. Ну а мы по-скромному взяли 4 баночки пива, 3 вареных яйца в соевом соусе и вкусняшку для Алисы. А дали за это всего 19 тысяч вон, что примерно 15 долларов. На следующее утро, проснувшись и быстренько выпив кофейку, поехали в Ферри Виллэдж и Чайна Таун. Находится это все в одном месте. Геопозицию я для вас оставлю в описании. Это очень атмосферное, красочное место, где можно сделать достаточно симпатичные и яркие фотографии. А ты что с такой жабой? Там же есть царевна-лягушка. Я знаю, что сейчас я Алисе куплю и будет очень вкусно. Ты Петер Пену дай тоже покушать. Горячие. Горячие пончики? Да. Ну так они же только испеклись, видать. Ну это мамина любимая вкусняшка. Яичный тарт. У меня вот такая булочка. У тебя, да? Да. А это Чайна Таун в Венчоне. Там, видать, что-то вкусное дают, там очередь такая. Но Вове больше всего понравился Феррари. Мы решили взять нехитрое рекламное предложение вот этого ресторанчика за 28 тысяч вон. Это примерно 21 доллар. Этого сета достаточно для троих взрослых. Я, Вова и Алиса не осилили его. Пришлось забирать с собой. Это вот большая порослая чайджамиона. Тут еще мясо с салатиком. И вот такой тазик супа с морепродуктами. Расскажите, как вам? Мне вкусно лапса. Наступил вечер, и мы поехали на станцию спорткомплекс в Сеуле в цирк Дю Салей. Я впервые была в цирке Шапито. Это разборная конструкция из мач и натягиваемого на них полотна. Как-то сразу поймало ощущение диснеевского фильма про слоненка дамба. На входе этого цирка, как на входе обычного кинотеатра, продается попкорн, пиво и даже вино в бокальчиках, которое можно было взять с собой в зал и наслаждаться во время представления. Цирк Дю Салей с французского переводится как «Цирк Солнца». Это самый известный цирк во всем мире. Основан он был в 1984 году. Он известен отказом от участия животных в спектаклях и цирковым мастерством, соединяющимся на высоком профессиональном уровне с музыкой. Считается, что он вдохнул новую жизнь в цирковое искусство. В штате компании более 4000 человек, работающих в разных трупах, что позволяет давать представления в разных городах одновременно. Режиссером-постановщиком цирка на протяжении многих лет является Павел Брюн. Мы были на представлении «Аллегрия» от «Испанского ликования или радость». Это представление впервые было показано в апреле 1994 года. Со дня своей премьеры состоялось около 5000 выступлений, которые просмотрело примерно 10 миллионов зрителей. Представление длится 140 минут и вовлекает зрителей в игру сказочного шоу. Вот эта певица в белом, она поет о том, что происходит вокруг, о грусти и радости, отчаянии и счастье. Певица в черном, альтер-эго певицы в белом. Она тоже рассказывает о происходящих событиях, но не скрывает злости и лукавства. Субтитры создавал DimaTorzok Мы понемногу уже начали готовиться к Новому году. Купили в лоте премиум аутлете игристое вино. Вот такое просека. И Алиса, как будущий дизайнер-стилист, нарисовала себе вот такой новогодний костюм Клары, для которого, конечно же, нужна ткань. Поэтому в следующем выпуске мы с вами поедем в Пусанский тканевый рынок. А еще нас пригласила моя сестра Саша в мексиканское кафе, в котором она подрабатывает по выходным. Поэтому мы и туда с вами съездим в следующем выпуске. Ну все, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok